Микс Ньюс. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит, такое, боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой Эпштейн на Радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас. И у нас сегодня в гостях музыковед, пианистка, окончившая Минскую консерваторию, Татьяна Ичегорская. Здравствуйте. Здравствуйте. И известный композитор, классик живой, академист. И это настолько приятно, что этот композитор у нас частый гость в нашей студии, Артур Маскоц. Добрый день. И Артур нам сегодня расскажет очень много интересного и о своих гастролях в Бостон, и о рождественской программе, и о концерте, который будет 5 декабря в Большой Гильдии. Ну а начнем мы все-таки с сегодняшнего дня. День начинается все-таки с классики. Давайте слушать классическую музыку. И в Домском соборе в 19.00 прекрасный концерт будет выступать Юрген Эссель. Это один из лучших органистов современности. И частый гость в Латвии. Он преподает импровизацию в Латвийской академии музыки. И в программе как раз будет произведение Феликса Мендельсона Бартольди, Сезара Франко и его собственные импровизации. Это сегодня вечером. Завтра, 5 декабря, в оперном театре можно посмотреть Байдерку. А вот самое, что интересное, на что мы обратим внимание, это в Большой Гильдии Артур Новикс, аккордеон, синфонета Рига, правильно? Нет, завтра национальный оркестр. А, завтра национальный оркестр, дирижер Гонтис Кузьма. И в программе, что самое интересное, это будет танго Артура Маскца. Расскажите нам. Ну, завтрашний концерт, такой особый концерт, он для молодежи. Это серия концертов национального оркестра, которую ведет известный такой бард, я бы сказал, и исполнитель популярной музыки Горан Гора. Он очень популярный среди молодежи. Но он знакомит слушателей с произведениями такой, ну, симфонической, академической музыки. И каждый раз он выбирает особо такую свою программу. И завтра будет звучать мое танго, ну, это может быть самое известное из моих произведений, с аккордеоном соло, это Артур Новикс. Ну, и там разговоры об этом, и какое-то, как бы, интервью. Это все ожидает меня завтра вечером в большой гильдии. И молодой латышский дирижер Гундис Кузьма, он действительно очень-очень интересный и уже очень-очень серьезный дирижер. А расскажите о ваших бостонских гастролях, какое произведение там исполнялось, и что это за заказ? Я только что вернулся из Бостона неделю тому назад, и в таком-то поднятом настроении, потому что все прошло очень-очень успешно, хотя я волновался, конечно, очень, потому что это совместный заказ двух, я бы сказал, из ведущих оркестров мира, это Бостонские симфонические оркестры, это Лепцигский Геванхоус оркестр, в которых один художественный руководитель, это дирижер Андресного Солнца, который тоже сейчас считается одним из самых-самых такой... Известных, востребованных. Известных дирижеров, да, которые дирижируют только Бостонским, Лепцигским, Венским филармоническим и Берлинским филармоническим, у него и других отец. Всего четыре оркестра. Да, с которыми он сейчас выступает. И произведение, хронометраж 15 минут, это исполнялось в четырех концертах на знаменитом Бостон-концерт-халл, который прекраснейший зал, один из прекраснейших концертных залов, в которых и общий был, с идеальной акустикой, он построен в 1900 году, старый, значит, для Америки это очень старое здание, и там, в этом зале живет и работает Бостонский символический оркестр. И этот зал вмещает в себя 2600 мест публики, да. И в апреле, в конце апреля будет то же самое, то же самое произведение в Лепциге. Как называется произведение? Произведение называется «My reverence to see». Это строчка из поэзии очень-очень известной американской поэтессы Эмилы Диккинсон. Она жила в 19 веке, недалеко от Бостона, вообще-то. И я там когда-то был в ее доме, лет 10 тому назад. И это оставило для меня очень глубокое впечатление. Во время своей жизни Диккинсон была абсолютно неизвестна. Она и не старалась публиковать свои стихотворения, но после, вот в 20 век ее уже поднял до самых-самых больших высот. Она считается одним из таких самых известных поэтов американской литературы, вообще и мировой литературы. Классика, да. Классик, да. И вот эта строчка из ее произведений, и посвятил я это произведение хорошему своему другу и коллеге, недавно ушедшему из жизни, это Андрею Жагарцу. Ага, да. И публика, и критика принимали действительно очень-очень хорошо. Я очень доволен. Конечно, прекрасная игра оркестра. Это что-то невообразимое, как они играют, как они репетируют вообще. Сколько было репетиций с вашим участием? Три. Прекрасно. Часто бывает, что в симфонических оркестрах одна-две репетиции. Конечно, когда сыгранный состав, то это еще произведение. Но когда серьезная подготовка, это всегда... Ну, две репетиции и генеральный прогон во время, в день концерта. Вообще-то так было. Всего на такую работу были две репетиции в один день. Это все-таки очень короткий срок. Да, там, тем не менее. Тем более, что очень там серьезная программа была еще. Там скрипичный концерт Чайковского с Даниэлом Лузакевичем, который прекрасный молодой скрипач. И вторая симфония Шостаковича. Трясающая. Которая тоже очень неожиданная и очень редко исполняемая сочинение, особенно в Америке. Но Андрис Нессанс записывает с бостонским оркестром свет симфонии Шостаковича. И из двух уже, из этих записей, получили Гремми. Так что он сейчас пришла к второй симфонии, но она очень сложная и очень необычная с хором. Там был хор Тенгловодского фестиваля. Так что сейчас всю эту программу он отработал в трех репетициях. Перед тем, день перед тем, был концерт в Карнеги Холл в Нью-Йорке, где я тоже был. Но это была совсем другая программа. Там тоже ваше сочинение звучало? Нет, нет, нет. Мое сочинение на следующий день начало готовить. Я просто приехал в Нью-Йорк послушать их выступление в Карнеги Холл. Прекрасно. Татьяна, Вы проводите лекции и для детей, и для взрослых. Я знаю, что Вы проводили уже лекции, посвященные Чайковскому, Рахманинову. Как Вы выбираете героев своих лекториев? Вы знаете, я начну с того, что для детей у меня сформировались лекции, их около 30, и там, конечно, я пыталась затронуть всех композиторов. А когда мне предложили сделать лекцию для взрослых, ну, первое, ну, я решила, чтобы попасть в десяточку, я решила взять Чайковского. Все-таки, ну, это любимица вообще в публике, слушателей, композитор, который, ну, попадает в сердце. И выбор был таким, что сначала будет Чайковский. А вот вторая лекция Рахманинов, это я сделала выбор, исходя из своих уже предпочтений, потому что Рахманинов все-таки для меня, ну, один из самых любимых композиторов, и вообще музыка которого сыграла большую роль. И вообще в выборе вот этого музыкального пути, когда я еще училась в школе, очень хорошего педагога, и в шестом классе мне дали произведение... По фортепиано. Да, по фортепиано мне дали произведение Рахманинова. Хоть и для 12-13 лет это сложно играть, потому что Рахманинов не писал, в отличие от Чайковского, ничего для детей. Но тем не менее, вот часы занятий, репетиций, и как бы я влюбилась в эту музыку. Тут же я побежала в библиотеку, взяла книги Рахманинов, его биографию, стала зачитываться, воспоминания о нем. Даже каюсь, раньше не было такого, как бы, информационного поля, и поэтому в мой девичий дневник я аккуратненько вырезала ножницами из библиотечной книги в портрет молодого Рахманинова и вклеила в свой этот девичий дневник. Это, конечно, было... Просто был для меня такой, как бы, кумир, эталон. Если в то время выходил «Титаник», и все ходили с майками с Леонардо Ди Каприо, то у меня в сердце и в моем дневничке был Сергей Васильевич Рахманинов. Ну и после этого, конечно, я выбрала музыкальный путь, пошла учиться дальше. Это уже в Минской консерватории, да? Сначала в Минске, как бы, такой колледж-интернат для даренных детей, такая, как бы, школа при консерватории. Ну и потом в консерватории 5 лет. И поэтому вторая лекция, она посвящена композитору, который для меня очень много значит, и музыку, которого я очень люблю. Ну и, наверное, уже на протяжении 5 лет в консерватории, как пианистку, уже каждый год играли Рахманинов. Конечно, да, даже еще в школе будучи, я знала, что мне это не под силом, но вот ты берешь ноты, ты идешь летом в школу заниматься, потому что дома уже старались соседи не мучить, и разбираешь эти тяжелые тексты. Ведь Рахманинов был с какими руками, какая там фактура в его произведениях. И там, ну, иногда невозможно сыграть эти десятизвучные аккорды, когда вот у нас 10 пальцев, а там бывают такие мощные аккорды, такая фактура. Но, тем не менее, вот это желание прикоснуться к этой музыке, оно было больше. Какая Ваша любимая история про Сергея Васильевича Рахманинова? Ой, ну, знаете, ну, я вот готовила лекцию и так углубилась в его жизнь. Это вообще... Ну, может быть, которая наиболее тронула Ваше сердце? Ну, во-первых, меня, знаете, меня очень впечатлило, очень часто пишут, что тот или иной композитор обладал, ну, очень хорошими музыкальными способностями. Но меня очень удивило то, что Рахманинов обладал такой музыкальной памятью, чтобы с одного раза он мог запомнить произведение и воспроизвести его. И я подумала, вот, примеряю это на себя. Но если бы это какая-то маленькая песня или композиция, или даже какой-то этюдик на одну страничку, но он мог воспроизвести симфонию, понимаете? Ну, я думаю, что не всю, но, может быть, первую часть. Вот однажды пришел к их общему педагогу, к Танееву, молодой композитор Александр Глазунов и сыграл свою симфонию. А Рахманинов в это время находился в соседней комнате. Даже не рядом, а в соседней комнате. Приходит Рахманинов и говорит, вы знаете, я тоже сочинил симфонию. И начинает играть вот эту же самую музыку. Они очень долго наблюдали за всем, за этим удивлением, как Глазунов, он не понимал, он же никому еще ее не показывал. У него же только она в голове. Как Рахманин? У них что, одинаковые мысли? Вообще, что это такое? Ну, потом они рассмеялись и объяснили ему, что Сережа, он просто может на слух с одного раза запомнить и воспроизвести музыку. Вот, у меня не укладывается. Мне кажется, это сверхчеловеческие способности. Да, а расскажите еще нашим слушателям о том, как он был гениальным пианистом, и когда учился, как известная школа зверята. Расскажите немножко нашим слушателям. Вы знаете, ну, вот так же, как мне когда-то повезло, по стечению обстоятельств я попала к очень хорошему педагогу, вот, в 7 лет. Также и Сергею Рахманину тоже повезло. Он попал в класс этого прекрасного педагога, где вот царила вот эта атмосфера. И Николай Зверев не всех брал к себе на домашнее обеспечение, но именно талантливых мальчиков, которые обещают заниматься, не пропуская, даже в летние каникулы будут заниматься и не будут уезжать без его разрешения. То есть это была такая школа, и постоянная, под постоянным, как бы, контролем, надзором. Да, занимались они с 6 утра, время было очень четко расписано, но помимо занятий, конечно, они очень много посещали всяких культурных мероприятий, читали книги, обсуждали это все. Он готовил этих мальчиков к артистической деятельности, чтобы они себя умели хорошо вести, хорошие манеры, умели танцевать, знали иностранные языки. То есть это было такое общее комплексное развитие. Большого артиста. Да, большого артиста. А кто попал еще в эту плеяду, помимо Рахманина? То есть Рахманин действительно ведь и пошел дальше по пианистическому пути. И после эмиграции из России он как раз больше этим и зарабатывал. Есть какие-то известные... Ну вот да, вот Александр Скрябин, кстати, тоже с ним рядышком и учился. Тоже зверенок. Да, тоже зверенок. Но в отличие от Рахманинова, он, может быть, был не настолько сильным пианистом. В какой-то период он переиграл руку, и, конечно, это как-то сыграло такую роль. У него даже у Скрябина есть несколько произведений только для левой руки. Я тоже, кстати, одну из них играла. А переиграл он правую? Он переиграл правую, да. И, конечно, когда написана такая фактура, такая должна быть пластика. И вообще, ну, сама идея по себе такая очень интересная. То есть человек с закрытыми глазами ни за что не определит, что играет всего лишь одна рука. Там, возможно, даже кажется, что три руки играли. Потому что настолько мощная фактура, такое заполнение. И, конечно, карьера Скрябина как пианиста, она была не настолько яркой. Зато он в тот период выделился очень как композитор. Потому что он новатор был. У него были свои какие-то идеи. Он, конечно, публика того времени была в восторге от его идей. Потому что тогда была борьба между этими индивидуальностями. Каждый пытался что-то придумать, чем-то удивить. А в то время кто больше, на Ваш взгляд, как музыковеды, был больше обласкан публикой? Рахманинов или Скрябин? Скрябин, конечно, Скрябин, да. А сейчас все наоборот, да? Ну, сейчас есть, конечно, люди, которые чаще звучат. Рахманинов намного чаще. Их редко ставят рядом в программах, потому что они как-то... Они очень разные. Они очень разные, да. Если есть какая-то большая симфония Рахманинов, она вторая или, скажем, да, то редко ставят еще какое-то произведение Скрябина там. Хотя Скрябин, ну, он в области гармонии, в области такой формы тоже. И он, как сказал Летославский, он заглянул далеко в будущее. Никто еще в то время такой гармонии не понимал. И еще его идеи, конечно, о свете. Да, это идея света. Я был в этом музее в Москве, в музее-квартире Скрябина. Там очень интересно было именно познакомиться с этой экспозицией и стараться понять этот творческий дух этого великого человека. Как это повлияло потом? Ну, а Рахманинов, мне кажется, это просто такая большая, очень-очень сильное такое течение, которое такое, ну, один из таких настоящих последних романтиков 20 века. Но оба они влияли на сегодняшнюю музыку очень большим. Ну, вот последний вопрос, да, рекламные паузы. Вот вам, как композитор, Артур, какой композитор ближе? Рахманинов, Скрябин. Я не могу, мне очень в детстве нравился Скрябин. Я безумно любил его прелюдии, поэмы «Экстаза», фортепианные концерты и третью симфонию. Но потом как-то опять больше Рахманинов стал ближе. Так что у меня они оба какие-то такие есть, такие горы, которых сравнивать даже не надо. Ну, вот знаете, Рахманинов часто и концерт, и симфонию ставят в компании с другими композиторами. Это часто. А вот вы как раз сказали, с кем можно поставить рядом Скрябина? То есть я часто вижу именно монопрограммы Скрябинские. А вот с кем бы он соседствовал достаточно? Шопеном. Шопеном. Если фортепиано, концерт фортепиано и музыки, то вот... С Шуманом. С Шуманом, да. Ну, его можно ставить рядом, вот скажем, с тем же Нитуславским. Или вот с Бартуком, или кого-то вот с 20 века. С этой музыкой уже более сложный. Дорогие друзья, у нас в гостях Татьяна Чегорская, музыковед, пианистка и известный композитор Артур Маскоц. Вернемся к нашей культурной среде через небольшую рекламу. Продолжаем нашу передачу «Культурная среда». И 6 декабря начинается Рождественский фестиваль, о котором нам как раз расскажет Артур Маскоц. Да, я являюсь, как бы, может быть, главным составителем программы этого Рождественского фестиваля, который происходит каждый год в декабре, вторая и вторая, ну, начиная уже почти уже с начала декабря до последних дней декабря. И всего у нас 7 концертов, и мы стараемся охватить самую разную музыку. Конечно, музыка, которая связана с рождественской традицией, которая связана с западным христианством. Это традиции и Баха, и Хендела, и других прекраснейших композиторов, и Моцарта. И вот начинается это все 6 декабря в Большой гильдии, и это, как бы, фестиваль представляет латвийские концерты. Поэтому в латвийские концерты два прекраснейших коллектива. Это оркестр симфонета Рига и латвийский радиохор. 6 декабря именно концерт симфонета Рига, и там очень такая классическая, я бы сказал, программа. Это третья симфония Бетховена, это Везендонг, лидер Рихарда Вагнера, и Антон Веберн, Лангзамер Зац, который является таким очень позднеромантическим периодом музыки. И прекрасная солистка, она из Латвии, но она сейчас солист франкфуртской оперы, Занда Шведемеца Супрана. И я очень тронусь, что она будет именно эти песни Везендонг исполнять Вагнера, поскольку это, мне кажется, абсолютно фантастическое произведение, абсолютно фантастической поэтичности и такого, требующего большого мастерства тоже. Дальше, 13 декабря, латвийский радио Big Band, еще один коллектив, латвийский концерт, и это совсем-совсем другая, это такая джазовая программа в Рижском доме конгрессов. И эта программа представляет, как бы, такое подготовление к Рождеству, но с такой более такой джазовой и, может быть, такой популярной музыкой, со стороны популярной музыки. Но все-таки там эти рождественские интонации будут явно присутствовать. 14 декабря, очень интересная программа, которую я, как бы, заказал. Это такой ансамбль трех молодых музыкантов. Марк Веленский, это был анчелист, Сава Зих, аккордеонист, и Андрис Венбергс, контрабасист. И они играют свои фантазии на теме баха. Раньше у них был, год тому назад, был, это уже второе выступление их в нашем Рождественском фестивале, в прошлом году были фантазии на теме пиацолы, и такие очень интересные, такие тоже еще из других композиторов Латинской Америки, там появилось что-то. Но вот сейчас я сказал, попробуйте поработать с Йоганом Себастерном Бахом, выше уже некуда. Но это для вас, может быть, творчески очень интересно. И они выбрали вот такую программу, сами все это выбрали, концепции программы, как там все будет. Я очень жду этот концерт, это 14 декабря в 19.00 концертный зал в Питере. Потом, 19.00 декабря, фортепианные сонаты Бетховена, три сонаты будет, 27.00, 8.00 и 9.00. Это известнейший латтический пианист Рейнс Зариндж. Но это цикл. Я задумал до следующего года, до декабря следующего года, чтобы разные наши пианисты сыграли все фортепианные сонаты Бетховена. Это готовилось к следующему году, когда у Бетховена большой юбилей, 250 лет, в декабре. И так мы уже много сыграли. Там играли и Сергей Осокин, и Андрей Осокин. И играл из наших еще. Рейнс уже второй концерт будет играть. Играл Дауман Слепиндж, который сейчас победитель фестиваля в Эрбье. Так что очень интересные такие личности. Ну и 19.00 декабря, большая гильдия в 19.00. Я думаю, что будет прекраснейший концерт, потому что Рейнс Зариндж это сейчас один из самых-самых лучших наших пианистов. И 25.00 Рижский домский кафедраль. Рижский домский собор. Собор, да. Самый популярный контртенор Латвии. Сергей Егер с такой рождественской программой, где классика там. Персел, Качини, Сезарь Франк, Камилсен Санс, Хэндл. Такие композиторы вместе с органом. Диана Яунзова-Портная. И своими друзьями. Агнеса Каннини-Скрепачка и Иоанна Стефетски с контрабас. 28.00 декабря опять в Питере. У вас две джазовых программы. Три даже. Даже три. Я не знаю, как будет вот эта программа, где Марк Веленский, Сава Зих и Андрис Венберг с этой программой Баха. Что из этого получится? Но 28.00 декабря явно джаз. Это Матий Шудер, один из самых-самых интересных гитаристов, классических гитаристов, совсем молодой музыкант еще. Карлис Аузенч Саксофон и Ивар Аратудьян, перкуссионист из Парижа. И они вот создали вместе ансамбль. И это будет импровизация на темы средневековья, композиторов средневековья. Гиом де Машо и Франческо Ландини. Так что очень такие... Но при этом джаз. Но при этом джаз. Очень неожиданные такие контрафункты. Я тоже их приглашаю уже второй раз. В прошлом году мне очень понравилось, как у них создалась программа. Они выступали вместе с нашим латвийским радиохором. Но латвийский радиохор выступит в окончании фестиваля. Это 29 декабря, собор Творникалнс. И там будет три кантаты из Йохана Себастьяна Баха, Рождественской оратории. И это всегда наш последний концерт в году. Это конец декабря. Этим мы заканчиваем год концертов. Часто это оказывается и последний концерт в Риге. Но если что, 30 декабря, наверное, что-то еще где-то будет. Но у нас это 29-е. Это дирижер Каспар Сбутнинч. Это оркестр Симонета Рига. Это латвийский радиохор и солисты. Прекрасная программа рождественская. До 29 декабря еще далеко. Ближайший концерт рождественского фестиваля «Латвия Сконцерт» состоится 6 декабря в Большой Гильдии. И будет выступать прекрасная мецсопрано Занда Шведе и синфонета Рига. А дирижер Джонатан Берманс. 7 декабря я приглашаю на свой концерт «Великие мистификации» или «Музыкальные подделки». Это произведения, которые были созданы музыковедами, композиторами в подражании великим мастерам. Конечно, одно из самых известных произведений – это Адажо Сольминор Тамазо Альбинони, который ему не принадлежит, а написал музыковед Ремо Джадзотто в 1930 году, когда занимался творчеством Тамазо Альбинони. Якобы нашел 8 тактов в саксонской библиотеке в Дрездене, и на основе этого дописал Адажо Сольминория для органа и струнного оркестра. Наверное, это сочинение – лидер по исполнению всеми симфоническими оркестрами, по использованию в киномузыке и даже в поп-музыке. Сколько самых различных групп исполняли эти произведения. И, конечно, все считали, что это Тамазо Альбинони. И лишь после смерти уже Ремо Джадзотто его родственники захотели попочевать на лаврах композитора и стали претендовать на авторские права. Да, то есть им захотелось. Ремо Джадзотто подарил этот шедевр своему любимому композитору, потому что Тамазо Альбинони был обласкан при жизни. Это был композитор-дворянин с большим финансовым благосостоянием, и он никогда не задумывался о хлебе насущном. Его, более того, благоволела вся венецианская знать, писал музыку для души. Но как только умер, сразу впал в забытие, и 300 лет о нем никто ничего не знал. И именно благодаря Ремо Джадзотто Томазо Альбинони стали исполнять его настоящие композиции, то есть то, что ему принадлежит. Но, тем не менее, прославился Томазо Альбинони благодаря вот этому адажу соль минор, который написал Ремо Джадзотто. Но сейчас даже в Ютубе очень мало композиций, которые можно увидеть. Ведь играл и Караян, и Светланов, все композиторы в России и за рубежом исполняли это сочинение, но, к сожалению, из авторских прав сейчас его не так часто можно услышать. Но, тем не менее, оно прозвучит 7 декабря в исполнении яркого скрипача. Это Юрий Савкин, концертмейстер Латвийского симфонического оркестра Латвийской оперы. Что будет еще в этой программе? Якобы Джулио Качини, который написал Владимир Вавилов. На самом деле даже не в стиле Качини. Если музыковеды разберутся с этой композицией, то обнаружат, что она написана все-таки в 20 веке. Но произведение настолько яркое, и оно исполняется везде, как Джулио Качини. И, кстати, благодаря известной латвийской певице Инессе Галанте. Она исполнила это впервые в Домском соборе, записала на пластинки, и затем ездила по Германии, по странам Европы с этим произведением. И сейчас везде вы найдете, наберете Джулио Качини, Авра Мария, и будет композиция Владимира Вавилова. С именем Качини записана. Да, именно Качини. И никто уже не хотел разобраться, мне кажется, что мелодия такая красивая, что уже никто ее написал. Нет, ну а как вы считаете, правильнее сейчас ставить в программку Качини Вавилов или Вавилов? Или придется тогда рассказывать слушателям, что это произошло? Ну все очень сложно, везде по-разному. Наверное, надо писать все-таки, именно настоящие. Сейчас часто пишут, идут на компромиссы, пишут Владимир Вавилов, Авра Мария Качини. То есть как бы в стиле. На самом деле таких подделок было сделано очень-очень немного, и как раз 7 декабря прозвучат вот эти шедевры, которые на самом деле стали действительно, уже входят в золотой фонд классической музыки 20 века. Помимо Юрия Савкина, солировать также будет Марис Кудис, габаист из симфонического оркестра, также латвийской оперы, сопрано из латвийской оперы, Юлия Васильева. Она исполнит арии якобы Вивальди, которой Вивальди на самом деле не принадлежат. Это он делал, в то время был известен жанр постичио, оперы, шутки, и когда использовались цитаты из других произведений, произведений других композиторов. Ну, записывались, причислялись к Вивальди, и это знаменитая ария споза, и веяны, веяны, и на самом деле они ему не принадлежат. В программке, которая будет подготовлена, как раз будет написано сначала авторство одного композитора, а затем автор, кому на самом деле принадлежит это сочинение, и вы, мне кажется, это будет очень интересно. Ну, а я буду играть на органе, аккомпанировать, и соло орган прозвучит в произведении, которое не является подделкой, не является фальшивкой. Это аранжировка, приписанная композитору. Этим славился Иоганн Себастьян Бах, который написал, аранжировал более многие концерты итальянских композиторов по заказу своего князя Веймарского, где он в то время служил. Это концерты Карелли, Марчелло, Вивальди. Когда князь Веймарский путешествовал по Италии, он привез кипо нот и попросил Иоганн Себастьяна Баха переложить для клавира. И таким образом появились три концерта для органа, Антонио Вивальди, три концерта для клавира, и концерт Марчелло, знаменитый концерт Александра Марчелло Ре Минор для Гобоя и Струнных. Но возникла такая путаница до XX века, когда концерты Антонио Вивальди, органы, и причислялись к творчеству Баха. И музыковеды не могли понять, как Бах мог написать в совершенно нетипичном для него стиле. И только потом, когда в 1930 году были обнаружены уже манускрипты Антонио Вивальди, стало понятно, что Иоганн Себастьян Бах сделал всего лишь на все аранжировки. Но с Александром Марчелло это вообще интересная история, потому что его знаменитый брат Бенедетто Марчелло, ему сначала причислялся этот концерт Ре Минор. Но даже многие музыковеды и исполнители до сих пор говорят на концерт Ре Минор Марчелло, говорят «Бах Марчелло». Я говорю, почему Бах Марчелло? Говорят, ну как, Бах Марчелло. Они опять-таки путают аранжировку Баха для клавира и просто концерт Ре Минор. И вот такая путаница будет в концерте 7 декабря, мистификации и великие музыкальные подделки в церкви Святого Иоанна Яне Базница, концерт 18.00. В этот же день будет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. И Татьяна Чегорская, которая у нас в гостях, проводит замечательные лекции и о самих композиторах для взрослых, но также уникальный цикл, вернее, цикл лекций для детей. Расскажите об этом цикле. Что это за лекции, для кого они предназначены? Ну, вообще, идея придумать вот эти лекции возникла, конечно же, когда у меня появился свой собственный ребенок, и мне захотелось как-то познакомить детей младшего возраста, начиная с 3-4 лет, с великой музыкой, с прекрасной великой музыкой. Но поскольку детям еще достаточно сложно слушать такую музыку, я решила, что надо рассказать какие-то истории. То есть все дети любят сказки, все дети любят разные истории. Если главным героем этой истории будет маленький мальчик Вольф Камаде Моцарт, или Иоганн Себастьян Бах, или Петя Чайковский, и потом дополнить это самой известной, самой яркой, красочной их музыкой, то у детей откладываются, во-первых, откладывается эта музыка, откладываются фамилии, они запоминают постепенно, что кому принадлежит, потому что ведь классическая музыка, она очень часто используется в разных спектаклях, постановках, в мультфильмах. И вот мне очень обидно всегда слышать, когда ребенок смотрит мультфильм, например, «Маша и Медведь», там часто звучит какая-то классика, та же «Пятая симфония Бетховена», и дети потом, слыша эту музыку в другом виде, они кричат, да, так это же из «Маши и Медведя», я им говорю, нет, ребята, это не «Маша и Медведь». Они воспринимают, что вот эти вот мультипликаторы или композиторы современные подобрали такую замечательную музыку, и она так здорово туда подходит, на самом деле нет. Музыку сочинил прекрасный композитор Бетховен, и нужно знать, по каким причинам, что же с ним произошло, детям это все так интересно, они запоминают. И я думаю, что если с самого детства слушать телевизор и смотреть поп какие-то песни, они запомнят вот эти фамилии, эти популярных певцов, они будут знать, кто такой Басков, Лобода или Тимати, а если их знакомить с музыкой Моцарта, Бетховена, Шопена или Чайковского, то у них эти фамилии запоминаются и откладываются, тем самым они растут в окружении вот этой прекрасной музыки. И как бы этот курс разрастался, у меня сейчас около 30 разных тем, каждое воскресенье это новая тема. И поскольку декабрь, январь всегда это рождественское новогоднее время, и балет «Щелкунчик», он вообще, конечно же, идет в каждом театре мира сейчас. И каждый театр благодарен Чайковскому за то, что он сочинил просто такую роскошную музыку, которая просто, ну, популярность ее не иссякает. И в нашем театре тоже невозможно купить билеты, но мы тоже, я лично тоже с дочкой все-таки выхватила последние места на 3 января. Билеты раскупаются очень быстро, потому что балет очень красивый, сказочный, яркий. И у меня возникла такая идея познакомить детей с этим балетом, потому что я рассказываю им сказку, я рассказываю, когда они, борьба с этими мышами, крысами, они слушают, и мы сами сражаемся на этих мечах, и я думаю, что когда они придут в театр, они уже будут подготовлены, все это вспомнится. Они даже почувствуют себя просто героями этого же самого детства, ведь это будет им уже знакомо. А когда эта детская лекция посвящена Чайковскому? А вот в прошлое воскресенье было, я первое отделение рассказывала, а вот в это воскресенье я буду о втором отделении рассказывать. По какому адресу у вас проводятся лекции? Это проводится за метана, улица Займетана, 2А. Да, но надо записываться заранее. Татьяна Чегорская есть в Фейсбуке, можно найти и задать вопрос, где находятся эти лекции. Татьяна, вы сама пианистка, иллюстрируете на фортепиано детям свои рассказы, или предпочитаете использовать симфонические отрывки, ставите в записи? Ну, очень по-разному. Конечно же, когда получается, то на пианино, особенно если это фортепианная музыка. Но вообще мне бы хотелось, чтобы это было в оригинале, чтобы дети слышали вот это симфоническое яркое звучание, вот эти разные тембры, разные инструменты. Мы знакомимся с инструментами, они знают, чем гобой отличается от кларнета, афагот, от тубы. То есть, конечно же, я очень часто ставлю записи, потому что именно симфоническая музыка, она очень такая яркая, и передает всю гамму. Слушайте, ну в 4 года кларнет от гобой отличается. Я даже в училище училась, и каждый раз, когда сдавайте инструментровку, думаю, кларнет, гобой, в чем разница? Одна и та же дудочка. Одна и та же дудочка. Но когда мы проходим, например, Петя и Волк, Прокофьевна, у него же там каждый герой, и у каждого свой инструмент. И если фагот – это дедушка, а кварнет – это кошка, а гобой – это утка, и тогда они слушают эти разные тембры. Когда я им потом ставлю на повторение вот эти вот загадки, я им говорю, вспомните, на кого больше похоже, на вот этот голос утки такой вот гнусавый, или же все-таки вот на кошку. И они отгадывают. Артур, как Вы считаете, почему Петя и Волк, Прокофьева, ставятся настолько реже, чем Щелкунчик? Только авторские права или все же что-то другое? Вот Вы как организатор, и тем более… Трудный вопрос, потому что, конечно, Петя и Волк, которые я считаю совершенно гениальным произведением, но там каждый инструмент персонификации какого-то… Да, персонифицирован, да, индивидуализирован. А в Щелкунчике там такая общая большая тема. И я вообще-то думаю, что это музыка и для детей, и для взрослых, и для всей жизни, потому что там каждый возьмет что-то свое. Там прекрасная тема же любви практически в этом балетном, в этом балетном, гениальном, симфоническом произведении, я бы сказал. Но там и очень много характеров, там эти разные все танцы, там и восточные, и китайские, и то, и то, и то, и другое. И при том еще вот это рождественское неописимое настроение. Там уже действительно Чайковский, куда Вы не поедете. В России также Вы не достанете билеты в Большой театр. Поедете Вы в Ганновер, там тоже будут ставить балет Щелкунчик в новой версии, в современной. И Вы тоже не сможете купить билеты. Также и у нас в Латвии. И в Риге прекрасный спектакль. Вы тоже за полгода должны покупать билеты, чтобы сводить на этот прекрасный спектакль. Ну и еще один вопрос в заключении нашей программы. Насколько трудно писать музыку для детей? Я думаю, что это очень ответственно и очень трудно. И самому надо как бы быть ребенком. Не только вспомнить детство, но вспомнить, фактически стать ребенком опять в душе. Тогда есть кое-какая надежда. Татьяна, как Вы считаете, достаточно или количество детских мероприятий проводится в Риге? Ну, мероприятия проводятся, но хотелось бы больше. Вообще у нас как бы очень много мероприятий сконцентрировано на возраст с 4 до 7. А вот, например, младшие школьники или уже как бы средняя школа, они вообще как бы остаются. Они когда попадают в общеобразовательную школу, у них начинаются свои интересы, вот эта своя музыка. И, конечно, их даже некуда, мне кажется, на мой взгляд, вывести, чтобы они соприкоснулись с прекрасным. Как интересно. Ну, вот именно уже такие дети, которые уже немножечко отошли от этой сказки, они вот уже, им кажется, что они взрослые, но вот немножечко для подростков у Вас, мне кажется, были какие-то мероприятия. Есть прекрасные музыковеды, ее называют как бы мамой реческих детей. Карина Берзина. Карина Берзина, да, и она ведет и на русском, и на латышком языке. Это для маленьких латышек, а вот мы сейчас говорили о взрослых, а мне кажется, что у Вас проводятся также в большой гильдии мероприятия, вот я видела, Пергюнт проходил, с небольшими текстами. Наверное, все-таки да, то есть, но тем не менее, как нам всегда и музыковедам, и композиторам, и пианистам всегда хочется, чтобы классической музыки было больше. Ну, а мы Вас, дорогие друзья, приглашаем на концерты классической музыки, и завтра, 5 декабря, можно услышать произведение нашего сегодняшнего гостя Артура Маскотца. Это будет как раз малодежная аудитория, да. А Татьяну Чегорскую, музыковеда, пианистку можно услышать каждое воскресенье в детских лекториях, но также она проводит и лектории для взрослых. Слушайте классическую музыку, увлекайтесь академической музыкой. До новых встреч!